В эфире седьмого канала мы подводим информационные итоги дня. Меня зовут Игорь Буренко. Здравствуйте. Далее коротко о главных событиях. Гривна снова упала. Побьет ли нацвалюта свой антирекорд, когда доллар стоил больше 30 гривен? Обгоревшая семья нуждается в помощи. Женщина и двое детей в реанимации с тяжелыми ожогами. Младшему ребенку всего 4 года. Дети в суде. Воспитанники самой большой одесской семьи боятся оказаться в приютах и интернатах. В новый офис с новым штатом. Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов набирает новую команду. Ищет сразу троих заместителей, главу, советника и помощника патронатной службы, а также ряд других специалистов. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства в день официального назначения Максима Степанова. Нового руководителя Одесской ОГА представил президент Петр Порошенко 12 января. Предприятие группы компании ТИС заняли сразу несколько позиций в топ крупнейших налогоплательщиков Украины в сфере логистики. В 2016 году ТИС пополнил государственные и местные бюджеты на 1 миллиард 2 миллиона 792 тысячи гривен. Налоговая нагрузка на одного работника предприятия по статистике составила 251 тысячу гривен. Сообщили об этом на предприятии. В 2016 году группа терминалов ТИС совокупно увеличила налоговое отчисление на 41% по сравнению с 2015. Таким образом, группа ТИС подтвердила свой статус крупнейшего налогоплательщика региона и одного из крупных налогоплательщиков Украины. Гривна падает. Этим утром Нацбанк установил новый курс валют. Доллар теперь подорожал на 41 копейку, а евро на 39. Эксперты такие скачки отчасти связывают с повышением минимальной заработной платы. Тем не менее, главной причиной специалисты видят национализацию Приватбанка. Государству теперь обязалось выплатить долги бывших собственников, а это 147 миллиардов гривен. При этом в конце декабря Национальный банк монетизировал государственных облигаций, которыми государство вошло в Приватбанк, на 25 миллиардов гривен. Словно говоря, 25 миллиардов гривен дополнительно в конце декабря появилась в финансовой системе. Часть пришла на валютный рынок, часть на товарный рынок. Напомню, в 2015-м гривна побила свой антирекорд. Доллар стоил больше 30 гривен, а евро – 34. Эксперты спешат успокоить. Украинцев в этот раз подобного не будет. Специалисты уверены, этого не допустят европейские партнеры, с которыми Украина подписала договор. В Акнянском районе чуть не сгорела целая семья. Женщина и двое детей в реанимации с тяжелыми ожогами. Не пострадал только отец, который затеял игры с огнем. Во время семейной ссоры он облил дом бензином. 37-летний человек, чтобы налякать, дружина разлива по будинку близко трех литров бензина и сказал, что подпалит его, но этого делать не собирался и вышел на улицу. Женщина в этот раз пыталась подпалить плиту, в результате чего осталось возгорание. В очень тяжелом состоянии пострадавших доставили в Одессу. Младшему ребенку всего 4 года у девочки обгорело 40% тела. Еще страшнее раны у ее 6-летнего брата. У него обожжено 60% тела. Не лучше состояние и у матери детей. Все трое пострадавших сейчас в реанимации. Нарушать режим стерильности медики не разрешают. В больнице говорят, лечение обойдется в десятки, а возможно и сотни тысяч гривен. Одесситы уже собирают для семьи деньги и сдают кровь в областном медицинском центре. Информация для помощи сейчас на ваших экранах. Во-первых, нужны доноры. Здесь в отделении на территории судостроительной 1 за терапевтическим отделением находится станция переливания крови. Могут приходить с любой группой крови, это не имеет значения. Нужно просто сказать, что это для этой семьи конкретно. Конечно же, интенсивное лечение предполагает и общее, и местное лечение, что, собственно, с первых минут и осуществлялось. Но все это требует еще и значительных материальных усилий, поскольку медикаменты, перевязочные средства, временные покрытия для ран приобретаются в аптеке, на оптовом складе. И все это требует, конечно, больших-больших средств. Капризная одесская зима продолжает преподносить водителям неприятные сюрпризы. Из-за резких перепадов температур с плюса на минус утром и вечером дороги покрыты льдом. Вождение в таких условиях – настоящая лотерея. Либо доедешь на работу, либо нет. Вот и сегодня утро понедельника началось с аварией фактически во всех районах города. Одна из них – на водопроводный угол бассейного переулка. Утром вез в садик своего сына, соблюдая скорость, то есть не превышая 60 километров. И ехал спокойно. Трасса скользкая, машину начала заносить. Ее начало крутить на повороте. И выехал на встречную полосу, машину занесло. Она задом, произошло ДТП и в капот 99-й машины. В аварию попали три машины. Вылетевшая на встречку Тойота Авенсис снесла 99-ю. И она отлетела в стоявший в правом ряду внедорожник Лексус. Ехавший на пассажирском сидении Тойоты малолетний ребенок в ДТП не пострадал. А вот у водителя ваза травма руки. Основная версия причины происшествия – скользкая дорога. На небезопасном закруглении дорогу просто не посыпали песчано-соляной смесью. Водителям нужно быть сейчас немного аккуратнее. Ей как-то держать меньше скорость и повышенную внимательность. Одесский горсовет не освоил почти 3 миллиона гривен. Об этом стало известно на аппаратном совещании. Так, Управление капитального строительства Одесского горсовета в этом году получило 34 миллиона гривен субвенции из госбюджета. Из них потрачено 31 миллион 400 тысяч гривен. Таким образом, нетронутыми остались 2 миллиона 600 тысяч. Эти деньги предназначались для ремонта двух школьных стадионов. 2 миллиона 600 тысяч гривен средства субвенции госбюджета, согласно порядка, были возвращены в государственный бюджет. Не использованы были деньги по двум объектам УКСа. Это капремонт двух стадионов по Давиду Остраха, школе номер 40, и по генералу Бочарова, 67. Чиновники не уточнили, по какой причине два школьных стадиона так и не были реконструированы. Ну а тем временем в мэрии кадровые изменения. Должность заместителя городского головы покинул Вячеслав Шандрик. В распоряжении мэрии указано, что чиновник ушел по собственному желанию. Я напомню, Шандрик курировал вопросы деятельности исполнительных органов, а также строительную сферу. Кто займет его место, пока неизвестно. Дети в суде. Первый учебный день в новом году воспитанники Галины Мартыновой встретили не за школьными партами, а в Приморском суде. Напомню, по решению одесских чиновников самая большая одесская семья должна быть расформирована, а дети отправлены в интернаты и приюты. Тему продолжит Юлия Федорова. Коридоры Приморского суда сегодня заняли дети. Они все воспитанники Галины Мартыновой. Выступить на заседании в защиту семьи пришли представители общественных организаций и благотворительных фондов. Волонтеры и юристы. Государственная политика должна быть направлена на создание условий, чтобы дети проживали в семье. И если возникают какие-то проблемы, то нужно поспособствовать и помочь семье. Ну как-то забрать детей из семьи. Напомним, известный на всю Украину приют Галины Мартыновой собираются закрыть. В частном доме под Одессой, куда этим летом переехала огромная семья, чиновники не обнаружили подходящих условий для жизни детей. И приняли решение забрать их у матери и отправить в приют. Но дети оказались против. С мамой мы прожили много лет. Мы ее любим. В детском доме я не хочу, чтобы ничего не заменят. Там семьи нету и ничего нам не дадут вместо семьи. Это родная мама. Мы привыкли к ней. Мы прожили много лет. Мы привыкли к животным. Это семья наша. Сейчас в семье у Галины Мартыновой 17 детей. В вольерах частного дома проживает 150 кошек и собак. Члены специальной комиссии пришли к выводу. Так дети не должны жить. У меня Фося, Леди Белла и Мося. У каждой есть своя собака. Каждый тренирует свою собаку. Или хомячка. Например, там еще и голуби летают. Тем более, привыкли к маме. Мама – это самый близкий друг. Сегодня Галина Мартынова не смогла обжаловать решение Приморской администрации о лишении ее прав на воспитание приемных детей. Заседание не состоялось из-за отсутствия представителя райадминистрации необходимых документов. Суд вважает неможливым провести сегодня судовое заседание, а откликнуть расследование на другую дату. Видимо, заранее кто-то знал, что приедет пресса, что приедет вся семья большая Мартыновых. И, видимо, по всей вероятности, именно так было спланировано. Пока идут разбирательства, детям пришлось сменить школу и вернуться в Одессу. Галина Мартынова опасается, что их могут забрать из семьи до решения суда. Постоянно дети под угрозой, что их заберут в приют. Мои домашние дети, которые выросли в семье с маленького возраста, должны быть в приюте. Это просто дикость для нас. Дом в Беляевском районе, который приобрела семья, много лет стоял заброшенный. Часть здания пришлось восстанавливать с нуля. Здесь Галина Мартынова хочет создать центр анимотерапии. Это альтернативный метод реабилитации и лечения трудных детей с помощью животных. Но теперь она может никогда не осуществить свои планы. Следующее заседание Приморского суда по делу многодетной семьи состоится 6 февраля. Юлия Федорова, Андрей Кульба, 7 канал. Стоп насилию над животными. Под такие лозунги сегодня начала свой рабочий день мэрия. К зданию над Умской пришли несколько десятков зоозащитников. Их цель – поддержать новый законопроект Верховной Рады. Все подробности знает Марьям Аль-Хасан Али. Возле Одесской мэрии несколько десятков активистов. Все они пришли сюда, чтобы поддержать законопроект против насилия над животными, который должны рассмотреть в Верховной Раде. Его сегодня должна рассматривать Верховная Рада. И поэтому сегодня зоозащитники, волонтеры, просто неравнодушные граждане. В разных городах Украины, в Киеве, в Днеприе, в Харькове, в Одессе, в Белой Церкви. Вышли в поддержку принятия такого законопроекта. На данный момент наказание за жестокое обращение с животными – это всего лишь штрафы. Что убить, замучить живое существо можно, отделавшись просто обычными штрафами. То данный законопроект предусматривает ужесточение наказания для живодеров, садистов, маньяков до 8 лет тюрьмы. На акцию протеста люди пришли не одни, а со своими питомцами. Мария протестует вместе с Мишкой, немецкой овчаркой. Девушка рассказывает, докхантеры могут навредить не только животным, но и маленьким детям. Мы пришли поддержать законопроекты ужесточения и мер наказания, потому что травят не только бездомных собак, точно так же травят домашних собак, точно так же отравы может подобрать и ребенок. На митинге Екатерина. Она говорит, убийцы животных гораздо опаснее. Их жертвами могут стать и взрослые. Человек, который проявляет жестокость по отношению к животному, он испытывает какое-то болезненное самоудовлетворение, удовольствие от того, что он делает. И эта жестокость в будущем будет распространяться и на людей. Главная цель активистов сегодня – повлиять на решение Киева по принятию нового законопроекта. Люди говорят, таким образом есть большая вероятность того, что живодеров станет меньше. Если этого не произойдет, активисты обещают и дальше выходить на акции протеста. Марья Мальхасанали, Евгений Руденко, Седьмой канал. Взломали забор и занялись шипованием. Горожане вышли на митинг возле памятника Дюку. Все, чтобы защитить деревья и не допустить установку мафов в Лунном сквере. Там сейчас идут работы по реконструкции территории и созданию греческого парка. Подробнее расскажет наш корреспондент Екатерина Лапицкая. Борьба за зеленые легкие Одессы. Горожане собирают подписи против вырубки деревьев и установки очередной партии мафов. Мэру Одессы Труханову ГЛ и служащим городского совета от граждан города Одесса. Ультиматум. Мы, граждане города, категорически возражаем против строительства торговых точек в парке под Приморским бульваром. Требуют высадить в Лунном сквере новые деревья на месте уничтоженных. Выдали много здоровых деревьев, близко 50 штук. Поэтому это не доброе. Это легенды города. Они их уничтожают, чиновники, протрухановские. И поэтому наша первая задача – сохранить природу Одессы. Просят заменить металлический забор на прозрачную сетку-рабицу. Так горожане смогут контролировать процесс строительных работ, а пока лично открывают доступ в сквер. На стройплощадке то тут, то там сложены распиленные деревья. Экологи уверяют, они могли простоять еще минимум 50 лет с пользой для города. Многие поддерживали своими корнями склон Приморского бульвара. Чтобы защитить оставшиеся деревья, их решили шиповать. Есть предположение, что она тоже будет подвергаться спилу, потому что она находится близко к подпорной стене. Здесь будут планироваться мафы и так далее. Но необходимо усложнить. Вы видите, люди обеспокоены сохранением общественных зеленых зон. Вот это такое, скажем так, экстремальное сохранение деревьев. Активисты забивают около сотни гвоздей по всему периметру ствола на высоте до двух метров. Для деревьев это безвредно. Говорят, шипование позволит защитить оставшиеся деревья от бензопил. Пилка начинает тупиться, взлетает цепь, ну и такое иное. Ну, конечно, если захочут здесь все повыкорчевывать, они повыкорчевывают. Но мы не можем просто стоять в стороне и смотреть, как вырубают дерево в нашем месте. Участники акции возмущены бездействием городских властей. Говорят, у застройщика нет разрешения на снос деревьев. Как нет и документов, гарантирующих сохранение парковой общественной зон. Екатерина Лапицкая, Игорь Казанжи, 7 канал. За год в Одесской области каждый третий ребенок получил свидетельство о рождении прямо в роддоме. Ну а почти 900 пар воспользовались услугой «Брак за сутки». В Министерстве юстиции подвели итоги своей годовой работы. А самые интересные цифры 2016-го расскажет Анна Грынев. Успешные реформы 2016-го года представители Министерства юстиции поделили на несколько категорий. Главной гордостью считают так называемый сервис для населения. По результатам этих нововведений, свидетельство о рождении, 8656 одеситов получили прямо в родильном доме. По всей стране 94 587 человек. В Одесской области 100% охвачены или охоплены пологовые будинки. Их нараховывается 34. И у всех есть офисы, или, как говорят, фронт-офисы, или просто рабочие места обладнаны для выдачи безусловно родителям новонародных в пологовых будинках. Кроме того, Одесса – один из шести городов, где заработал сервис «Брак за сутки». Новой услугой у нас воспользовались 837 пар. По всей Украине – 3574. Также наслышаны украинцы и о судебной реформе. Теперь занимать должность судьи можно с 30, а не 25 лет. При этом обязательно жить в Украине не менее 10 лет. Также в министерстве пообещали повысить зарплаты, но при этом активнее мониторить способ жизни служителей закона. В итоговой презентации отметили и еще один важный момент – Е-декларации. Державные службовцы и политики стают больше открытыми в данном случае до той прозорости, которая необходима. Кроме того, нам безпрецедентно также открыты реестры нерухомостей и бизнеса. Не каждая европейская страна может похвалиться таким открытием реестров. Также похвастались онлайн-сервисом Минюста. По официальной информации, за время его работы через интернет выдали 62 миллиона услуг. Из них 1 миллион платно. Кроме того, в 2014 году в Украине заработала система электронных торгов арестованным имуществом. А это 14 тысяч лотов на сумму более 2 миллиардов гривен с момента старта проекта. Из них 230 миллионов гривен попали в госбюджет. Масштабную реконструкцию спортивного комплекса «Олимпийц» обещают начать весной этого года. По словам представителей областного совета, на эти нужды в бюджете области уже заложено 15 миллионов гривен. О том, что и когда планируют сделать и о нынешнем состоянии спорткомплекса смотрите в сюжете Натальи Костенко. Виталий давно и успешно занимается велоспортом. А вот бегать начал чуть меньше года назад. С наступлением холодов стал тренироваться в «Олимпийце». Вместе с другими спортсменами старался закрывать глаза на холод и лужи на покрытие. Но все изменила попытка переодеться в мужской раздевалке. Вначале мимо проходил, смотрю, здесь везде вода. Я подумал, это душевая. Я вернулся к тренерам и говорю, а где переодевалка? Они говорят, вот там. И я зашел, увидел это. И на самом деле снимал видео для того, чтобы родителям показать. За два дня видео посмотрели не только родители детей, которые занимаются в спорткомплексе, но и более 4 тысяч одесситов. Хочется, чтобы это дело набрало резонанс. Убежден, что такие действия ускорят какие-то выделения бюджетных средств, начало каких-либо ремонтных работ. Я не говорю о капитальных. Хотя бы какой-то мелких, чтобы когда ты бежишь по дорожке, не нужно было тебе бежать зигзагом и оббегать лужи. Те же, кто годами занимаются в Олимпийце и приносят Одессе медали и кубки, похоже, привыкли показывать результаты вопреки всему. Даже спортсмены с ограниченными возможностями не верят в возможность что-то изменить. Для такого города, как Одесса, с развитой экономикой довольно, я считаю, ненормально, но сделать я ничего не могу. В прошлом году на реконструкцию спортивного комплекса из областного бюджета выделили полтора миллиона гривен. Пока смогли установить только новые фонари. А на этот год заложено в бюджете, уже прошло по сессии 15 миллионов на ремонт, реконструкцию дворца спорта Олимпийского. На эти деньги планируют сделать новую кровлю, поменять остекление, утеплить здание, решить вопрос с отоплением и обустроить туалеты. Задумываются и над заменой покрытия. Вот это первый час будет сделан в течение одного года. Просто сейчас надо пока пересчитать проектную смертную документацию. Это выход на тендер, а это где-то по-любому займет месяца до трех. Начать работу обещают в марте-апреле 2017-го. А пока что заниматься детворей заслуженным спортсменам приходится в некомфортных условиях. То есть когда на улице минус 17, здесь? Я думаю, минус 5, минус 7. В Украине продолжается отбор ведущих конкурса Евровидения 2017. Он пройдет в мае в столице. На сайте Медиа-няни можно проголосовать за наиболее подходящие кандидатуры. Среди претендентов есть и одесситы. Так, ведущая программы «Орел и Решка» Регина Тодоренко уже лидирует среди девушек. Она набрала почти 2500 голосов. Ей удалось обогнать таких известных медиаперсон, как Ольгу Фреймут, Катю Осачию и Машу Ефросинину. Среди мужчин-одесситов выдвигают три кандидатуры – Андрея Даманского, Антона Равицкого и Игоря Пупкова. Но, к сожалению, их пока обходят Владимир Зеленский и Сергей Притула. К слову, именно Одесса уступила Киеву право проведения Евровидения 2017. Автопортрет с музейным экспонатом. 18 января все музеи Одесской области, кроме художественного, будут доступны для съемок селфи. Это международный флешмоб европейской компании Culture Teams. В Украине он будет проходить уже в третий раз. Для того, чтобы принять участие в акции, достаточно найти свой экспонат, встать рядом и сфотографироваться. После этого фото с особой пометкой и хэштегом «Museum Selfie» выставить в соцсети. Я отмечу, что в прошлом году в международном флешмобе участвовали лишь два одесских музея – Дом Блещунова и Музей Западного и Восточного Искусства. Рождество для всех. Организация «Новая жизнь» устроила праздник для многодетных и малоимущих семей. Детям вручили подарки и накрыли сладкий стол. Организаторы просят одесситов не оставаться в стороне и присоединяться к помощи нуждающимся. Приносить теплые вещи, обувь и предметы быта на Столбовую 19А. Ольга Голдова расскажет больше. В помещении организации «Новая жизнь», что на Столбовой 19А играет музыка, поют и танцуют взрослые и дети. Организаторы поздравляют маленьких одесситов с новогодними и рождественскими праздниками. Мы помогаем семьям, которые малоимущие, многодетные, где нуждается все. И вещи, и мебель, и все. Поэтому тут на это Столбовая 19А мы принимаем любую помощь. То есть то, что мешает людям дома, мы можем принять. И этим мы можем помочь каким-то семьям, которые имеют нужду. Подобные мероприятия проводят пятый год подряд. Каждый раз для многодетных мам это особенный день. Они получают здесь заряд энергии. Главное настроить себя, что дети – это не обуза, а дети – это радость. То есть вот нас здесь, кстати, этому учат, что дети – это радость. Поэтому мы очень благодарны. В этом году на праздник ждали чуть более сотни людей. Пришло в два раза больше. Организаторы были к этому готовы. Подарков хватит всем. Ну что, ребята, привет! На подобных мероприятиях у родителей есть время отдохнуть и пообщаться между собой, пока их дети находят новых друзей. Мы просто подруги. Мы встретились в лагере. Также мы были в лагере как многодетные. И там мы познакомились. Оказалось, что мы близко живем. И вот сейчас общаемся. Организация «Новая жизнь» помогает нуждающимся семьям круглогодично. Дети посещают бесплатные занятия. Учатся рисовать, лепить, мастерить. А когда в семье пятеро детей, и есть бесплатный кружок, куда ты можешь отвезти ребенка, это же очень много, что значит. И для семьи, и в моральном, и в материальном тоже. Попробуйте выложить за детей копеечку, когда их ни один дома, ни два, ни треть, даже пятеро. У нас тут, получается, район такой, поселок. Немного всего у нас, вот всяких кружков таких. Довольно отдаленный от центра города. В центре много всякого такого, а у нас очень мало. И вот очень хорошо, что они занимаются развитием деток. Если вы собираетесь выбросить какие-то ненужные вам вещи, не торопитесь. Поделитесь ими с теми, кто в них действительно нуждается. Теплые вещи, обувь, технику и мебель ждут на столбовой 19А. К слову, ближайшее время пенсионерам и детям-инвалидам организация будет выдавать продуктовые пакеты. Так что можете привозить и продукты питания. Делать добро несложно. Ольга Голодова, Алексей Барановский, Седьмой канал. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Следить за новостями Седьмого канала всегда можно на официальном сайте, в Твиттере и социальных сетях. Если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам в редакцию. Телефон 726-3226. Завтра будут уже другие новости. Ну а вы оставайтесь с нами, ведь это наш город и ваш Седьмой телеканал. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!